Встреча с Сергеем Викторовичем Буквально несколько слов. Недавно мы провели опрос в Дипломатической Академии на тему назвать 5 лучших дипломатов в истории России. И среди этих пятерых был Сергей Викторович. Участники опроса объяснили свой выбор тем, что, по их мнению, за последние годы российская дипломатия добилась больших успехов. И так считают не только в Дип-Академии. Вот я на днях беседовал с одним очень высокопоставленным китайским дипломатом. И он мне говорит, ты знаешь, вот по совокупной мощи, по качеству жизни Россия сейчас не занимает первое место в мире. А вот ваши позиции в международных отношениях самые прочные, прочнее, чем у нас. Вы единственная страна, которая по всем вопросам на равных беседует с Соединенными Штатами. И это во многом, сказал он, благодаря вашей виртуозной дипломатии, которой мы завидуем. И уважение к нашей дипломатии, насколько мы это видим в Дип-Академии, высказывается практически во всех странах, в том числе и в Соединенных Штатах. Уважает нашу дипломатию и внутри страны. Я вот как-то летел в составе делегации с шестью российскими министрами. И в самолете мы беседовали. Ну, как мы все знаем, обычно люди, когда беседуют, друг друга хвалят и ругают, критикуют отсутствующих. На этот раз все было наоборот. Министры друг друга подначивали, смеялись над министерствами друг друга. И очень высоко отзывались о МИДе, о нашей дипломатии, о руководстве МИД. Вот, знаете, есть такой футболист, Леонел Месси. Это лучший футболист мира. И когда молодые люди смотрят, как он играет в футбол, они бросают пить, курить, перестают болтаться по улицам и бегут тренироваться. И тренируются до седьмого пота, стремятся достичь тех высот, которые достиг Месси. Вот все молодые люди, которые здесь собрались, они хотят быть международниками. Многие из вас, вы хотите стать дипломатами. Я вот предлагаю вам брать пример с наших лучших дипломатов, с Сергея Викторовича. Тем более, что Сергей Викторович именно здесь познавал азы дипломатии, учился здесь, здесь было МГИМО. И нам очень приятно еще раз приветствовать здесь Сергея Викторовича. Сейчас, если меня заражаете, попрошу Сергея Викторовича выступить перед нами. После этого, как сказал Сергей Викторович, он ответит на вопросы. И прежде всего на вопросы, естественно, молодых, тех, кто у нас учится. Спасибо. Уважаемый Евгений Петрович, уважаемые коллеги, друзья. Прежде всего, хотел бы поздравить всех присутствующих с днем дипломатической академии, который вы отметили одновременно с днем Святого Валентина 14 февраля. Не знаю, что в этом символе кроется, но так получилось. Мы ценим работу вашего профессорского преподавательского коллектива, приветствуем усилия руководства дипломатии по повышению эффективности в деятельности и считаем важным стремление сохранять самое тесное взаимодействие с Министерством иностранных дел, российскими загранучреждениями, обеспечивая органическую связь между теоретическими знаниями и практическими требованиями, которые выдвигаются для специалистов-международников. Дип-академия вносит все более заметный вклад в непростой процесс осмысления происходящих в мире глубоких перемен. Считаю, что дип-академия должна активнее рассказывать о том, чем она живет, какие проекты реализует. Недавно Евгений Петрович написал статью в журнале «Альмаматор», по-моему, да? И она, по-моему, заслуживает того, чтобы быть развитой в более такой серьезный, крупный материал для публикации в наших средствах массовой информации. Уверен, что присутствующие здесь коллеги из СМИ поддержат. Изменения, которые происходят сегодня в мире, действительно носят масштабный характер. Вы знаете и о мировом финансово-экономическом кризисе, о перераспределении баланса сил в мировых делах, о резком усилении турбулентности в различных регионах, прежде всего на Ближнем Востоке и Севере Африки, о повышении значимости культурно-цивилизационного измерения конкуренции в мире. Усиление новых тенденций в мировом развитии отражено, утвержденные президентом Владимиром Путином, обновленные концепции внешней политики Российской Федерации. В этом документе определены цели и задачи внешней политики страны и основные направления действий по их достижению. При этом в основу положена философия преемственности, следование ключевым принципам нашей внешнеполитической доктрины, которые сформировались в течение последних двух десятилетий. Прежде всего, начиная с 2000 года, когда в одобренной в то время президентом Путиным концепции внешней политики были зафиксированы ее открытость, предсказуемость, прагматизм, многовекторность, настойчивая, но без конфронтации и продвижения национальных интересов. Внешняя политика России будет и далее нацелена прежде всего на создание благоприятных внешних условий для экономического подъема страны, на обеспечение международной безопасности и стабильности. Перед нами поставлена президентом задача действовать на опережение, учитывать любые варианты развития ситуации. И не только учитывать, но и активно влиять на ход мировых процессов в соответствии с той ролью, которая по праву принадлежит России в качестве одного из важных центров силы и влияния в формирующемся полицентричном мироустройстве. Мы твердо убеждены, что устойчивость новой международной системы может быть обеспечена только благодаря опоре на верховенство международного права, прежде всего на принципы устава Организации Объединенных Наций. Действовать иначе, делать ставку на вмешательство во внутренние дела суверенных государств, опираться на фактор силы, как главный в международных отношениях, это значит способствовать усилению хаоса в мировой политике, что в конечном итоге ударит по интересам всех, без исключения членов международного сообщества. Самостоятельный, независимый внешнеполитический курс, осуществляемый Россией в соответствии с ее многовековыми традициями, становится все более востребованным, укрепляет позиции нашей страны как важного уравновешивающего фактора в международных отношениях. При этом самостоятельность не имеет ничего общего с попытками уходить в одиночное плавание. Наоборот, мы самым активным образом работаем над выстраиванием коллективных действий в интересах поиска адекватных ответов на общие для всех вызовы современности. Энергично участвуем в работе ключевых многосторонних форматов. В прошлом году мы председательствовали ВАТЭС, в этом году в двадцатке, а в ближайшие два года будем возглавлять Восьнерку, БРИКС и ШОС. Ставим перед собой цель укрепления институтов глобального управления. Будем и далее энергично продвигать универсальные принципы равной и неделимой безопасности, последовательно работать в интересах содействия политическому регулированию конфликтных ситуаций через содействие инклюзивному диалогу всех вовлеченных сторон, ориентируясь на поддержку назревших реформ, вовставших на путь преобразования государствах, без навязывания извне какой-либо шкалы ценностей и признавая множественность моделей развития. Наша политика полностью соответствует реалиям взаимозависимого мира 21 века, и мы будем продвигаться вперед в развитии интеграции с соседями, в углублении взаимодействия со всеми, кто проявляет встречную готовность сотрудничать на основе равноправия и взаимного учета интересов. Разумеется, важнейшей частью нашей внешнеполитической деятельности неизменно будет защита прав и законных интересов российских граждан и наших соотечественников, проживающих за рубежом. Современная российская дипломатия стремится сочетать в себе огромный профессиональный опыт и стремление овладевать самыми современными методами и технологиями, в том числе в экономической и информационной сферах, в использовании механизмов мягкой силы. Планка в нашей работе поставлена очень высоко, поэтому спасибо, конечно, ректору за добрые слова о наших успехах, но сейчас для нас самое важное не отстать от процессов перемен, действовать на опережение, еще раз подчеркну, как требует от нас президент, и стремиться находить решения, которые максимально обеспечивали бы наши интересы, максимально отвечали бы задачам укрепления стабильности, безопасности и вокруг наших границ, конечно, но и в мире в целом. И рассчитываю, что коллектив Дип-Академии будет вносить все более весомый вклад в эти наши совместные усилия. Я не буду более подробно останавливаться на различных региональных аспектах и функциональных аспектах нашей внешней полиции. Уверен, что те, кто работает и учится в Дипломатической Академии, активно интересуются этими процессами, да и концепция внешней полиции была одобрена только на днях, она полностью раскрывает наши приоритеты, основные направления наших действий. Уверен, что все с ней ознакомились, поэтому буду готов ответить на ваши вопросы. И схожу из того, что у слушателей и у профессорского преподавательского состава такие вопросы наверняка есть. Как я уже сказал, мы, собственно, и договорились, да, что пресса вопросы не задает, профессора минимум, а главное у нас слушатели, студенты, поэтому, пожалуйста, есть вопросы, да? Патенга Радова, международное право. Что касается моего вопроса, прочитав обновленную концепцию внешней политики Российской Федерации, я обратил внимание на пункт 63, 68, 71, о котором говорится об отношениях России с США и Россия с НАТО. Там в глаза бросаются такие слова, как недискриминация, не вмешательство внутренних дел, уважение взаимных интересов и баланс интересов. Можем ли мы утверждать, что США в своей внешней политике не всегда руководствуются общепризнанными принципами нормы международного права и чаще всего ставят свои интересы, высшие интересы в другие государства и каковы последствия для Российской Федерации? В принципе, конечно, принципы, которые вы перечислили, простите за тавтологию, и не вмешаются в того внутренние дела суверенных государств и равноправие, и взаимные выгоды, это общепринятые принципы международного права, которыми должны руководствоваться все государства. Не всегда это получается, и в том числе среди тех, кто не всегда может этим принципам следовать, конечно же, и Соединенные Штаты Америки. Достаточно вспомнить участие и США, и НАТО в бомбардировках Югославии, в грубейшее нарушение и Устава ООН, и Хельсинского заключительного акта ОБСЕ, когда нападению подверглась страна, член Организации по безопасности и сотрудничеству в Европе. Можно вспомнить, конечно же, и Иракскую войну, которая была начата по, как впоследствии все убедились, по ложному предлогу, и которая не была санкционирована в соответствии с международным правом. Свежий пример ситуации, которая произошла в Ливии не так давно, когда была грубо искажена резолюция Совета Безопасности, при всем том, что она сама была далеко не совершенной. Но осуществление режима бесполетной зоны выполнялось таким образом, что, в общем-то, даже трудно спорить в отношении наличия нарушений. И, кстати, как мы и предупреждали, последствия того, что произошло в Ливии, ощущаются до сих пор. Продолжается инфильтрация оружия, боевиков, соседние страны. То, что происходит в Мали, во многом является прямым следствием того, как обошлись с Ливией. И мы будем, говоря уж о Ливии, упомяну о том, что мы всячески стараемся содействовать усилиям ливийского руководства по обеспечению единства этой страны. Оно находится под угрозой. Мы стараемся поддерживать усилия ливийского руководства по стабилизации ситуации, социально-экономической и политической. Так что, да, ответ на ваш вопрос, он позитивный. Соединенные Штаты, вернее, утвердительный. Соединенные Штаты имеют послужной список нарушений международного права. Но, безусловно, я считаю, что это является аномалией. И наша задача добиваться в диалоге с Соединенными Штатами, наша, не только российская, всех государств, того, чтобы они оставались в рамках международного права, в рамках устава Организации Объединенных Наций. В наших интересах всячески вовлекать Соединенные Штаты в коллективные действия. И думаю, что немало здравомыслящих людей в администрации Барака Обамы, которые сейчас сформированы после его переизбрания на пост президента, людей, которые все-таки понимают, что легитимность действий на международной арене, признание правоты тех или иных шагов, которые страна принимает, крайне важно все-таки встраивать. Если страна хочет, чтобы ее действия воспринимались правильно, то единственным способом является выстраивать эти действия в рамках международного права. Рассчитываю, что завтра, когда мы встретимся в Берлине с Джоном Керри, об этом обязательно пойдет разговор на конкретных примерах, в том числе на примере сирийского кризиса, где обе наши страны заинтересованы в скорейшем прекращении кровопролития и в подталкивании конфликтующих сторон к диалогу, чтобы сами сирийцы сели и договорились между собой, как им дальше жить в своей стране, жить так, чтобы ни одна этническая, ни одна конфессиональная группа не чувствовала себя ущемленной, а была бы комфортно встроена в политическую систему. Маков, факультет международные отношения. Здравствуйте, Сергей Викторович. Очень приятно вас видеть здесь и слышать. Мой вопрос будет тоже касаться новой редакции концепции внешней политики и ее организационной структуры, которая выделяет в каждом регионе мира ряд приоритетных стран, с которыми России необходимо поддерживать, развивать партнерские отношения. В каждом, кроме региона Ближнего Востока и Северной Африки. В той же концепции, только редакции 2008 года, эти страны указаны, в частности, это Алжир, Египет, Саудовская Аравия. Скажите нам, пожалуйста, чем вызвано отсутствие в новой редакции конкретных стран в этом регионе? Все страны, которые вы перечислили, и многие другие, сохраняют свое важное значение в нашей внешнеполитической линии на Ближнем Востоке и на Севере Африки. Сейчас этот регион находится в состоянии очень глубоких перемен. Процессы далеко не завершены. Если вы следите за тем, как развиваются события во всех этих странах, там далеко еще не все ясно. Там еще идет поиск оптимальных моделей, которые будут устраивать и власти, и оппозицию, в том числе власти в тех странах, где произошли революционные перемены. И, безусловно, приоритетность этого региона еще подчеркнута тем, как мы хотим выстраивать отношения с Лигой Арабских Государств, объединяющей все государства арабского мира. Совсем недавно, несколько дней назад, у нас была делегация руководства Лиги Арабских Государств, и переговоры впервые в формате стратегического министерского форума завершились принятием развернутого совместного заявления. Был принят подробный, детальный план действий совместных, который задает тон и тематику нашего партнерства на долгую перспективу. Поэтому ни о каком снижении роли Ближнего Востока, Севера Африки, арабского мира, исламского мира в нашей внешней политике речить не может. Совсем наоборот. Мы хотим, чтобы исламский мир, арабы более активно решали те вопросы, которые в их регионе происходят. Чтобы они не поддавались искушению полагаться на кого-то извне. И чтобы они более активно выступали как единые целые. Это в наших интересах, это в интересах стабильности в этом регионе. И важно при этом действовать на основе тех уставных принципов, которые самими этими странами одобрены. Лига арабских государств действует на основе консенсуса. За последние годы были ситуации, когда они от консенсуса стали отходить. И это не привело к повышению авторитета Лиги. Сейчас происходит обратная ситуация. Мы почувствовали у наших партнеров их стремление более активно действовать в пользу мирного урегулирования тех конфликтов, которые в регионе сохраняются. Прежде всего, и это очень важно, палестинской проблемой. Потому что она на фоне всех этих событий так называемой арабской весны оказалась где-то на задворках мировой политики. А это плохо. Потому что корень очень многих проблем, которые сегодня растревожили и продолжают дестабилизировать регион, коренится в неурегулированности палестинской проблемы. Так что я вас призываю вчитаться вот в тот раздел, который посвящен Ближнему Востоку и Северу Африки. Вы убедитесь, что приоритетность этого региона только возрастает. Спицын Сергей Владимирович, Мировая экономика. У меня такой вопрос по поводу развития российско-латинно-американских отношений. Как вы считаете, сможет ли единое экономическое пространство придать новый импульс развитию российских экономических и региональных отношений со странами Латинской Америки? При всех обстоятельствах отношения развиваются тем интенсивнее, чем эффективнее ты сам свою экономику выстраиваешь. То, что там таможенный союз, единое экономическое пространство в перспективе Евразийский экономический союз повышают конкурентоспособность и эффективность экономик тех стран, которые в эти объединения входят, Россия, Белоруссия и Казахстан, это факт, который уже доказан статистикой. Существенно возросли темпы роста экономики трех стран после того, как заработал таможенный союз, и эти выгоды будут ощущаться все более ясно. И чем крепче будут экономические показатели трех стран, тем, наверное, более эффективно будут выглядеть и наши позиции в развитии торговли, инвестиционного сотрудничества с другими регионами, в том числе с Латинской Америкой. У нас в Латинской Америке за последние годы произошел такой ренессанс, я бы сказал, когда в отношениях наших, когда чувствуется тяга к сотрудничеству с Россией, в том числе в сферах инвестиций, в высокотехнологичных сферах, это и космос, и многое другое. С Бразилией мы выстраиваем технологический альянс. Очень хорошая перспектива с Аргентиной. Только что достигнуты новые важные договоренности с Кубой. Много заделов, которые уже приносят плоды с Венесуэлой. Да практически со всеми странами региона у нас за последние несколько лет существенно сдвинулись отношения в позитивном направлении. Эта тенденция будет только укрепляться развитием наших интеграционных процессов на постсоветском пространстве. Багдулин Дмитрий, факультет международных отношений. Сергей Викторович, подводя итоги ушедшего года, вот по Вашей оценке, что стало самым большим достижением российской дипломатии в этом году и о чем из того, что не удалось достичь, больше всего стоит зажалеть? Спасибо. Ну, знаете, это очень такой неблагодарный вопрос, потому что давать оценку своим успехам я не привык. И, наверное, это дело наших граждан и наших экономических операторов, которых мы поддерживаем, чтобы они не подвергались дискриминации. Я не вижу, честно говоря, смысла. Вот это я понимаю, что, может быть, это журналистские интересные постановки вопроса, но для нас важно, чтобы ни на одном из направлений у нас не было проблем. О чем больше всего сожалею, здесь, наверное, можно сказать, что неурегулированностью целого ряда ситуаций с российскими гражданами, которые оказались в непростом положении за рубежом. Не могу и не буду подробно говорить о том, что мы конкретно делаем. Занимаемся мы этим практически повседневно и в отношении тех, кто попал в непростую ситуацию в Ливии, в Нигерии, в ряде других стран, в США, конечно же. Но работаем мы повседневно над этими вопросами. К сожалению, не все зависит от нас. Те люди, которые оказались в Соединенных Штатах, это Бут и Ярошенко, тоже попали туда через серьезные нарушения международных правовых норм американскими службами. Не только международных правовых, но и законов Таиланда в случае с Бутом. И вызволять наших людей надо. И мы этим занимаемся, занимаемся и моряками в Нигерии, и нашими коллегами, нашими согражданами в Ливии. Просто не обо всем можно говорить, для того, чтобы не навредить. Работа такая деликатная. Вот, наверное, это больше всего расстраивает. Малдакеева Алина Молотбековна, факультет мировая экономика. Для нас большая честь, господин министр, присутствовать на встрече с вами и услышать ваше мнение. Вопрос такой. Приоритетное направление внешней политики Российской Федерации – это сотрудничество со странами СНГ. Вот вопрос в том, какова роль дипломатии в данном контексте в области экономического сотрудничества со странами СНГ. Спасибо. Страны СНГ – это наши ближайшие соседи. Многие из них являются нашими союзниками, стратегическими партнерами. И, конечно же, это приоритетнейшее направление нашей внешней политики, о чем прямо подтверждается в обновленной концепции. Что касается роли дипломатии в экономике, роль дипломатии в любых экономических отношениях возрастает. Это требование дня, это веление времени, к этому нас призывает президент, и над этим мы постоянно работаем. Специфика экономических связей на пространстве СНГ, как, собственно, и многих других связей политических, военно-политических, гуманитарных, заключается в том, что наши президенты весьма и весьма интенсивно встречаются и рассматривают принципиальные вопросы напрямую. И именно в ходе таких встреч в Верхах принимаются ключевые решения по углублению нашей экономической интеграции, по развитию экономических связей с теми странами, которые не входят в таможенные союзы, в единое экономическое пространство, но которые входят в Евразес и в целом в СНГ. В СНГ достигнут очень серьезный результат с недавним подписанием договора о создании зоны свободной торговли. Это прорывное решение, которое подтверждает, что Содружество – это не только площадка для прямого диалога лидеров, что само по себе самоценно, но и структура, которая способна производить такие очень системные решения, позволяющие существенно улучшать экономические обмены и тем самым создавать рабочие места и повышать благосостояние граждан. Так что дипломаты, безусловно, участвуют в подготовке всех договоренностей вместе с экономическими министерствами, и здесь мы просто не имеем права оставаться в стороне. Но решающую роль, конечно, играют прямые договоренности на высшем уровне, а наша задача – как можно более тщательно, более добросовестно готовить эти договоренности. Вадим Абалиев, факультет международных отношений. Добрый день, Сергей Викторович. Я представляю здесь Республику Южная Осетия, осуществование которой стало возможным благодаря волевому решению руководства Российской Федерации в августе 2008 года. Хочу сказать, что мы все помним, ценим и очень дорожим. Пользуясь случаем, хотелось бы также выразить благодарность за возможность в рамках межмидовского сотрудничества получения для нас образования в этой любимой для нас уже академии. Вопрос такой. Я знаю, что в новой внешнеполитической концепции вопрос сотрудничества с Абхазией и Южной Осетией по-прежнему остается приоритетным для Российской Федерации. Но в свете потепления российско-грузинских отношений хотелось бы от вас лично услышать, что суверенитету Абхазии и Южной Осетии ничего не украшает. Спасибо. На эту тему уже прямо и недвусмысленно высказывался президент Владимир Путин. И я могу только подтвердить это. Вообще возникновение такого вопроса, я считаю, ну, странным, потому что мы, как вы сами сказали, обеспечили возможность существования республики Южной Осетии и республики Абхазии. Потому что, если бы получилось в августе 2008 года в Южной Осетии у Саакашвили, то следующей была Абхазия на очереди, там уже планы были заготовлены, карты были с нанесением направлений главных ударов. Поэтому другого выхода мы не видели. для того, чтобы не просто обеспечить безопасность Южной Осетии и Абхазии, а чтобы обеспечить выживание этих народов. Для нас выбора такого даже не существует больше. Возможность каких-то договоренностей, она была до войны. И эти перспективы такой договоренности постоянно торпедировались режимом Саакашвили. На Южную Осетию нападали не только в августе 2008 года, но и летом 2006 года. Тогда сил не хватило. И ваши ополченцы при поддержке миротворческих подразделений сумели эту агрессию тогда остановить. И после того, как была остановлена агрессия в августе 2008 года, мы исходили из того, что можно еще как-то теперь договариваться. Но когда Саакашвили заявил о том, что обязательно будет реванш, когда он заявил о том, что он даже не собирается обсуждать статус Южной Осетии и Абхазии, мы были готовы провести специальные дискуссии с участием Южной Осетии и Абхазии и говорить о статусе. Но после этих его заявлений, как говорится, маски были сорваны. И мы не видели другого выхода. Это было единогласным решением российского руководства. И оно отзыву никакому не подлежит об этом. При этом у нас, вы сказали, потепление отношений с Грузией. Мы, собственно, никогда и не охладевали грузинскому народу. Это наш близкий сосед, братский народ. У нас огромная взаимная тяга в сфере культуры, гуманитарных связей. И мы не собирались отгораживаться от грузинского народа или изолировать грузинский народ. Но режим Саакашвили принял решение о разрыве дипломатических отношений. Сейчас новое правительство Грузии действует прагматично. И если есть интерес с той стороны в дальнейшем развитии экономических связей, они никогда не прерывались целиком. И в сфере энергетики, и в других областях. Там наши компании по-прежнему работали. Если есть интерес к развитию гуманитарных связей, воздушного сообщения, оно тоже существует. То мы готовы к развитию взаимодействия в этих областях. Но, еще раз подчеркну, ни ценой предательства наших братьев Южной Осетии в Абхазии. Этого не будет никогда. Здравствуйте, Брагин Дмитрий. Сергей Викторович, приятно задать Вам вопрос. Первый курс «Мировая экономика». Вы знаете, у нас сейчас в Академии проводятся модели ООН, и основная тема – это арабо-израильский конфликт. И мой вопрос такой. Как Вы видите пути разрешения данного конфликта, и станет ли Палестина полноправным членом ООН? Спасибо. Это Вы хотите, чтобы я Вам подсказку дал для участия в модели ООН? Да, это интересно. Нет, Вы давайте сами все-таки старайтесь. Но если серьезно, то это самый застарелый конфликт. Тянется он с конца 40-х годов, когда в ООН было принято решение о создании на территории подмандатной Палестины двух государств – еврейского и арабского. Еврейское государство создано, арабское до сих пор нет. Можно долго рассуждать на тему о том, почему так произошло, но сейчас речь идет уже о ситуации, когда мы почти в безвыходном положении оказываемся, потому что факты на земле создаются, территории, которая может быть предложена для обсуждения палестинцам, она съеживается постоянно за последние десятилетия. И это плохо. Это плохо, потому что мы загоняем переговоры в тупик, вернее, переговоров никаких не ведется. Плохо, что бездействует так называемый квартет международных посредников, куда входят Россия, Евросоюз, США и ООН. Мы уже длительное время не можем провести министерскую встречу этого квартета. Причем Евросоюз и ООНовцы готовы к этому, а американцы до последнего времени постоянно откладывали проведение такой встречи, хотя мы вместе собирались, были вместе на одних мероприятиях и в ходе Генеральной Ассамблеи ООН, и в ходе министерской встречи ОБСЕ в Ирландии, но постоянно наталкивались на неготовность Вашингтона к тому, чтобы такую встречу проводить. Она может ничего и не дать, как не дали ничего предыдущие встречи, но обязательно пытаться какой-то документ принимать в очередной раз я бы не стал. Даже если документ не получается, просто встретиться, посмотреть друг другу в глаза и обсудить эту проблему. Причем в идеале встретиться не за закрытыми дверями, а вместе с представителями Лиги Арабских Государств, которые должны все-таки более ответственно и активно работать на палестинском направлении. Но с ними нужно взаимодействовать. А когда продолжается ситуация, если будет продолжаться ситуация, когда квартет сам по себе принимает какие-то бумаги, а Лига Арабских Государств свои инициативы в своем кругу обсуждает, ну, это дело не помогает. А как урегулировать конфликт, банально скажу, только через переговоры. Другого-другого варианта нет. Но время для переговоров уходит. И внутри палестинской национальной администрации зреет настроение в пользу того, чтобы отказаться вообще от тех полномочий, урезанных, которые эта администрация имеет на западном берегу. Потому что в Газе она фактически не руководит. И распустить хотят администрацию палестинскую. И сказать израильтянам, ну, вы оккупирующая держава, значит, давайте теперь вы отвечаете за след, за воду, за зарплаты, за поставку продовольствия и так далее. Мы считаем, что это было бы крупнейшим провалом мирового сообщества за многие десятилетия, если перспектива создания палестинского государства, который будет жить в мире с Израилем, и в безопасности с Израилем, если эта перспектива будет подорвана. Для того, чтобы этого не допустить, нужно действовать по нескольким направлениям. Ну, во-первых, задействовать, как я уже сказал, квартеты Лигу арабских государств и как можно скорее вовлечь стороны в прямой разговор при понимании, что не должны продолжаться односторонние действия в нарушении решений Совета безопасности, он типа все большего и большего расширения поселенческой активности Израиля. И на Западном берегу в целом, да и в Восточном Иерусалиме. Во-вторых, принципиально важно помочь восстановить палестинское единство. Его отсутствие серьезно подрывает возможности палестинцев в отношении будущих, я надеюсь, в скором времени возобновляемых переговоров с Израилем. И контакты, которые ведутся между Западным берегом, где руководит Палестинская национальная администрация, и Газой, где реальные рычаги власти находятся в руках Хамас, контакты продолжаются при посредничестве Египта. Мы активно этим контактам способствуем, поддерживаем египетские усилия. Идет уже достаточно предметное согласование параметров восстановления единства, проведения выборов. При этом важно, что хамасовцы, которые верховодят в Газе, они не подвергают сомнению полномочия Махмуда Аббаса, как председателя Палестинской национальной администрации, на ведение контактов с Израилем. Но беда в том, что эти контакты практически заморожены, и важно сейчас как-то эту ситуацию вернуть на переговорный трек. Вот. А кроме переговоров ничего другого здесь не может быть. Но если в ходе вашей модели ООН по этой теме вы, начитавшись фактуры, постараетесь какие-то конкретные переговорные решения... А вы, кстати, за кого будете? За Израиль работать или за палестинцев? Ну, наверное, за Палестину. Ну, почему обязательно за Палестину? Наверное, вы... Ну, просто жалко их. Но если вы хорошо углубитесь в фактуру и почитаете прецеденты, какие были, там, Кэмп Дэви, Тосла и так далее, что предлагалось еще Ясеру Арафату, Биллом Клинтонам, может быть, вы прикинете какие-то... у вас появятся свои варианты конкретных переговорных ходов. Потом мы попросим ректора, чтобы нам лучшие идеи тоже все-таки показали. Спасибо. Михаил Романов, Международные отношения. Прошу прощения за заминку. Сергей Викторович, очень приятно вас приветствовать в стенах нашей Академии. Вопрос. Предлагаю перенестись немножко в Азиатско-Тихоокеанский регион, как представитель Дальнего Востока, вот интересуясь такой проблематикой, как Туманганский проект в Приморском крае. Не могли бы вы ответить, какие в настоящее время существуют перспективы переговоров по данному проекту, на какой стадии он находится, и каковы основные противоречия сторон по данному вопросу. И еще момент. Повлияют ли события недавние на Корейском полуострове на развитие, ну, скажем, трехсторонних в основном отношений между Китаем, Северной Кореей и Россией? Спасибо. Ну, как раз Туманганский проект. Я не могу похвастаться, что я знаком с деталями. В последнее время я когда-то, когда еще работал в экономическом департаменте МИДа, занимался им. Но с тех пор, по-моему, там ничего существенного не произошло. И проект действительно трехсторонний. И в ситуации, когда необходимы трехсторонние встречи для рассмотрения практических путей, все-таки, которые позволили бы сдвинуть дело с мертвой точки, конечно, ситуация, которая на Корейском полуострове складывается, этому не помогает. И, в принципе, нагнетание эмоций и, в общем-то, череда действий, которые предпринимали участники этого процесса, конечно, может до добра не довести. И оптимизма не вселяет. Мы осудили, как вы знаете, очередной взрыв ядерного устройства, который Северная Корея провела, еще когда нас об этом предупредили они за некоторое время. Мы послали очень четкий сигнал, что это будет ошибкой. К сожалению, ни наши, ни китайские, ни американские сигналы в расчет принято не были. И мы сейчас работаем с этой безопасностью над резолюцией, которая должна быть предельно выверенной. Оставлять это безнаказанно нельзя. Необходимы какие-то меры воздействия на Северную Корею дополнительные, помимо тех, которые уже были приняты, согласовать. Прежде всего, эти меры должны быть нацелены адресно на ядерную и ракетную программы Северной Кореи, потому что именно их развитие создает угрозу международной мировой безопасности, как СССР уже записал в своих резолюциях. Но, с другой стороны, эта резолюция не должна содержать никаких лазеек для того, чтобы кто-то попытался ее трактовать как дающую право для применения сил. Это было бы катастрофой. И, в-третьих, обязательно эта резолюция должна четко подтверждать безальтернативность переговорного решения ядерной проблемы Корейского полуострова через возобновление шестистороннего процесса. Мы будем соответствующую работу и по двусторонним каналам вести с Пхеньяном. Мы поддерживаем те усилия, которые Китай предпринимает. Считаем, что и Соединенные Штаты могли бы тоже внести свой вклад в снятие напряженности. И мы не считаем правильным использовать нынешнюю ситуацию как предлог для того, чтобы накачивать военные мускулы в этом регионе, готовя ответы, проводя массированные учения военные, расширяя возможности ракетного потенциала, нацеленного на КНДР. Это все, как вот, знаете, если ружье висит, то когда-нибудь выстрелят. Поэтому чем больше накапливается, как в любом конфликте, чем больше накапливается стреляющего железа, тем более железо сейчас высокотехнологичное, тем больше риск, что ситуация сорвется в военный сценарий. Мы делаем все, чтобы этого не допустить. Россия в рамках шестисторонних переговоров возглавляет пока бездействующую рабочую группу по принципам мира и безопасности в Северо-Восточной Азии. Мы, когда дела шли лучше, распространили свое видение того документа, который мог бы быть принят всеми участниками шестисторонних переговоров. И думаем, что сейчас как раз было бы совсем не бесполезно вернуться к этой идее, чтобы помочь успокоить страсти. Ясно, что гарантия безопасности – это ключ к тому, чтобы мы эту ситуацию перевели в переговорные русла. Ну и когда это произойдет, тогда и можно туманганом заниматься будет, не отвлекаясь на вот эти вот проблемы. Тогда можно будет и активнее продвигать другие трехсторонние проекты с участием России, КНДР и Республики Кореи. Это и железная дорога, и электроэнергия, и газ. Сапижинская Анна, факультет «Мировая экономика». Здравствуйте, Сергей Викторович, а не подскажете ли, когда Евросоюз наконец согласится на упрощение визового режима, и почему так сложно достигнуть консенсуса? Я считаю, что вопрос политический, об этом мы откровенно сказали нашим партнерам из Евросоюза на последнем саммите, который был в декабре в Брюсселе, когда президент Путин встречался с председателем Ван Рампёвем и главой Еврокомиссии Борозу. У нас идет два процесса. Во-первых, мы уже давно, я убежден, готовы к безвизовому режиму для краткосрочных поездок граждан. Недавно я встречался с Романом Проди, который в свое время, еще в 2003 году, будучи председателем Еврокомиссии, сказал, что безвизовый режим – это реальность, и в течение пяти лет максимум можно об этом договориться. Прошло уже 10 лет. И вот Роман Проди в своем нынешнем качестве представителя генерального СКОН по проблемам Сахара-Сахельского региона, он был в Москве, его принимал Владимир Владимирович Путин, я с ним тоже встречался, и он вспоминал о том, что действительно он такую цель обозначал 10 лет назад и выражал, в общем-то, сожаление, что эта цель остается на бумаге, хотя он убежден, как и мы, что все можно было бы уже давно согласовать и ввести безвизовый режим в действие. У нас есть согласованный перечень совместных шагов вместе с Еврокомиссией. Он касается необходимости ввести биометрические паспорта, необходимости понимать, как организован контроль на границах, этот перечень на днях он либо был уже вывешен на сайте у нас, либо будет вот-вот вывешен, с ним можно ознакомиться. Там нет никакой двусмысленности, там все очень четко и все проверяемо, и список исчерпывающий. И у нас есть понимание, что когда все эти шаги будут осуществлены, извините, мы будем переходить к безвизовому режиму, мы уже будем писать соглашения, которые, в общем-то, можно за полчаса напечатать на компьютере. И предусмотрены взаимные визиты, посещения, они происходят, они имеют место, доклады друг другу пишем о том, как эти шаги выполняются. И у нас нет никаких сомнений, что уже пора где-то в середине этого года подвести черту и начать писать безвизовое соглашение. Наши партнеры занимают такую сдержанную позицию, причем объяснить ее толком не могут. Но вот я недавно был в Брюсселе, мы встречались с высоким представителем Евросоюза Кати Эштон. Мы подробнейшим образом показывали, что дело уже упирается не в какие-то нерешенные технические проблемы, упомянутые в этих совместных шагах, а в политическое решение. И у нас складывается впечатление, что некоторые члены Евросоюза заняли политическую позицию, дискриминирующую Российскую Федерацию. И по некоторым данным, вы знаете, такой есть проект в Евросоюзе, называется «Восточное партнерство». Там шесть бывших советских республик, ныне суверенного государства, это Украина, Молдова, Беларусь, Грузия, Армения, Азербайджан. И по некоторым нашим сведениям, которые у нас имеются, ряд членов Евросоюза твердо настаивает, используя принцип консенсуса, действующий в ЕС, настаивает на том, чтобы визовые послабления в отношениях с Россией не опережали, а шли за визовыми послаблениями для стран восточного партнерства. Ну, если это так, то это чистая предвзятость, и значит, люди пытаются ввести дела не на основе фактической ситуации, а на основе своих политических предпочтений. И второй процесс, который у нас идет, я все-таки надеюсь, что возобладает объективный подход, и мы сдвинем это дело с мертвой точки, и пусть принимают решение обведения безвизового режима по мере готовности каждой страны, а не по мере, не по тому, насколько она кому-то нравится политически или как-то еще. А второй процесс, который у нас идет с Евросоюзом, он касается дальнейшего упрощения визового режима. И сейчас все уперлось в то, что наши партнеры отказываются включать в этот перечень в категории граждан, которые будут пользоваться облегченным режимом, обладателей служебных биометрических паспортов. Потому что мы предложили, сейчас обладатели дипломатических паспортов вообще не нуждаются в визах, мы предложили сделать то же самое для обладателей служебных биометрических паспортов. Наши партнеры сначала сказали, что служебные паспорта они не хотят включать в безвизовый режим, потом настояли на том, чтобы это были только биометрические паспорта. И сейчас где-то категория граждан, которые будут, если это соглашение будет подписано, будут пользоваться этой льготой, где-то с нашей стороны тысяч пятнадцать человек, а со стороны Евросоюза около двухсот тысяч человек. И мы прекрасно понимаем, что внешне это может восприниматься как, ну вот, значит, переговорщики от России уперлись из-за того, что Евросоюз не хочет пускать без виз на свою территорию пятнадцать тысяч чиновников. И при прочих равных я бы лично выступил за то, чтобы не настаивать на этом и ввести соглашение в силу, потому что там оно существенно облегчает режим для других категорий граждан, не чиновников. Но совсем недавно Евросоюз подписал соглашение об упрощении визового режима с Украиной, где обладатели служебных биометрических паспортов освобождены от необходимости получать визы. И вот тут мы уже, понимаете, оказываемся в ситуации, когда, отказавшись от этого, мы сознательно пойдем на то, чтобы нас дискриминировали. Когда мы спрашиваем в Брюсселе, а почему вот как бы украинцам это можно, а нам нельзя, ответ очень интересный. Ну, знаете, Россия это не Украина. Конечно, не Украина. Но мы же знаем, что чиновник украинский от чиновника российского не слишком отличается. И вот такой просто откровенный дискриминационный подход нас устроить не может. Поэтому я надеюсь, что мы все-таки добьемся согласия на окончательный текст этого соглашения об упрощении виз. Надеюсь, что наши граждане с пониманием отнесутся к тому, что, собственно, в общем, нам добровольно идти на такую дискриминацию, ну, не получается. Абелян Гор, факультет международных отношений. Сегатор Викторович, уже было задано много вопросов на политическую тематику, но меня на данном этапе моей жизни и, полагаю, многих других молодых людей интересует несколько иной вопрос, касающийся кадровой политики вашего ведомства. И является ли прохождение срочной военной службы, помимо других основных критериев набора, обязательным для поступления на дипломатическую службу? Если нет, то получают ли люди, отдавшие долг Родине, какое-либо преимущество при поступлении? Спасибо. Нет, у нас нет требования к поступающим на работу в МИД о прохождении воинской службы. Но если у вас есть какое-то... Понимаете, у нас и нет у нас положения, согласно которому отслуживший в армии человек получает автоматически какую-то привилегию. Надо рассматривать каждый случай отдельности. И вы о себе или о ком? Ну, я служил, я не буду это отрицать. Но просто в связи с участившимися разговорами, что при поступлении на госслужбу обязательно требуется прохождение воинской службы. Допустим, в ГИМО есть военная кафедра, а вот некоторых других университетов нет. Отучился бакалавриат, надо либо идти служить, либо магистратура. А что после магистратуры? Срочно военную службу еще не отменяли. Нет, я теперь понял. Вы говорите не про специфику МИДа, а в целом про те дискуссии, которые сейчас идут. Я о них слышал, но пока они, по-моему, не обрели в силу закона. Но когда у вас закончится обучение, приходите. У нас есть приемные комиссии, которые собеседование проводят. Если вас интересует работа в МИДе. Обязательно пройду, спасибо. Так, еще один вопрос, пожалуйста. Ярослава Шамиева, Международное право. Сергей Викторович, у меня следующий вопрос. В декабре прошлого года в связи с приятием закона Димы Яковлева было отменено соглашение о сотрудничестве между РФ и США по поводу усыновления удочерения детей. Подскажите, как в дальнейшем будет решаться данный вопрос в рамках международного права? Спасибо. Во-первых, соглашение еще действует год. До 31 декабря этого года, поэтому те обязательства, которые из этого соглашения вытекают, они остаются в силе. И сейчас, когда мы занимаемся прояснением судьбы целого ряда наших граждан, детей, которые были усыновлены, это соглашение абсолютно применимо в течение вот этого года. Во-вторых, есть между Россией и Соединенными Штатами консульская конвенция, которая регулирует необходимость обеспечения доступа к российским гражданам, независимо от того, где и как, и что с ними произошло. Так что правовая у нас сторона, в общем-то, присутствует. Проблема вся в том, что федеральные власти Соединенных Штатов не в состоянии или желания у них такого нет. Но, надеюсь, желание все-таки есть. Мы видим какие-то попытки в последние недели что-то предпринять, оказать воздействие на власти Штатов. По их законодательству проблемное усыновление ведают Штаты. В каждом Штате своя структура, организация этой работы далеко не всегда не сопоставима. Именно поэтому мы, когда это соглашение готовили, добивались, чтобы федеральное правительство взяло на себя дополнительные обязательства по обеспечению доступа к детям, которые в том или ином штате оказались в беде. Но, повторю, действует консульская конвенция, которая эти обязательства уже накладывает. Надо просто добиваться от властей в Вашингтоне, что мы и делаем, чтобы они от этих обязательств не уклонялись. Спасибо. Последний вопрос. Разрешите от имени сотрудников депакадемии попросить профессора Лапина задать этот вопрос. На мой взгляд, последнее время, ну, два года, по крайней мере, департамент кадров МИДа очень мало и неохотно берет на работу выпускников нашей академии. Меня это лично огорчает и моих коллег. Мы стараемся сделать как можно все лучше. Ну, может быть, там свои соображения есть в департаменте кадров. Вопрос такой, что мы должны сделать? Что должна сделать Академия, чтобы больше наших хороших ребят принимали на работу в Министерство иностранных дел? Ну, насчет первого части вопроса, я статистикой не владею, но ректор наверняка знает, Евгений Петрович. Сейчас сказать, да? Да, ну, конечно. Значит, это не совсем правильно. Вот в прошлом году в МИД было принято 80 человек. Из них 24 выпускники депакадемии. Впереди нас только МГИМО, что должно быть далеко позади МГУ. Три человека, два человека из Петербурга и так далее. И 24 человек – это хороший показатель. Спасибо, Василий Викторович, что вы... Ну, мы готовы и больше принимать, но надо все-таки пройти конкурсные испытания. Вот, как я понимаю, один ваш слушатель уже договорился сегодня с нами. Вот. А насчет консульской работы, конечно, не освоив азы, нельзя заниматься дипломатией серьезно. И я помню сам прекрасно, да наверняка и мои старшие товарищи, которых я здесь вижу, которые нашими учителями были, когда поступали на работу в МИД, бегали с бумажками, там что-то ксерокопии какие-то делали, выполняли черновую работу. А без этого, без этого не получается дипломатии. Так же, как сейчас без компьютерной грамотности молодежи трудно освоить затем уже более такие творческие формы нашей профессии. А консульская служба – это базовая служба. И дипломат, который прошел школу консульской работы, я считаю, что он обогащает себя, создает себе больше возможностей. И здесь два аспекта выделю. Консульскую службу как-то привычно, принято ассоциировать. Вот туристы наши куда-то попали, там перевернулась эта Коста-Конкордия, когда мы их позволяли и помогали им и с одеждой, и с медикаментами возвращаться на родину. Либо когда что-то на курортах происходит в Турции, в Таиланде, то цунами, то кто-то попал в полицию. И это очень важно. И, к сожалению, таких случаев меньше не становится. Вот знаете, здесь у меня есть статистика, в среднем на каждые пять тысяч россиян, выезжающих за границу, приходится один какой-то случай, такой инцидент, который сопряжен с вступлением, значит, в противоречии с законами страны пребывания или с каким-то несчастным случаем. Вот пример такой интересный. В Анталье у нас генконсульство. Три человека работают, три консульских работника. А там за два миллиона туристов каждый год. Вот поделите два миллиона на пять тысяч, из чего, примерно, получите представление, сколько раз им приходится, значит, там заниматься какими-то инцидентами. И поэтому мы очень рассчитываем, нам президент обещал поддержку, что мы будем наращивать силы на консульском направлении. А второй аспект консульской работы заключается в том, что это дипломатическое учреждение. И они обязаны заниматься не только консульской, но и аналитической, оперативной работой. Особенно, когда идет речь о больших городах, которые не являются столицами. Вот Стамбул, например. Там вообще генеральное консульство без политической работы я себе представить не могу. Это центр проведения многих встреч, мероприятий, центр экономической жизни Турции. Так что здесь нужно исходить из того, что консул, он обязан прежде всего, конечно, заботиться о наших гражданах, которые в его округе находятся, но он не должен забывать о том, что он должен заниматься и аналитикой, и оперативной работой. Я полностью вас поддерживаю. Сергей Ильич, разрешите поблагодарить вас за то, что вы к нам пришли, за то, что вы нас авансом похвалили и за то, что вы ответили на наши многочисленные вопросы и действительно дали нам подсказки не только по израильско-палестинской проблеме, а вообще по всему спектру актуальных международных проблем. Я надеюсь, что с помощью ваших подсказок и с помощью новой концепции внешней политики Российской Федерации мы сможем лучше преподавать, наши слушатели смогут еще лучше учиться и все мы вместе, может быть, действительно начнем что-то дельное подсказывать МИДу по палестинской проблеме и, может быть, даже по другим проблемам. Спасибо вам огромное. Спасибо вам. Успехов.